Всем привет ребятки, с вами Джофф и сегодня у нас обзор изменений на картах в патче 0.9.8. Изменено было немалое количество карт и некоторые весьма заметно, так что думаю вам будет интересно. Итак, поехали. И первым делом у нас карта Линия Зигфрида. На этой карте картоделы не тронули город, но при этом достаточно заметно поменяли зеленку. Во-первых, изменилась сама линия противотанковых заграждений, которая раньше проходила примерно по второй линии на миникарте. Теперь же ее сдвинули намного левее и ее центр заезжает за красную линию. То есть хитрые СТшки и ЛТ больше не смогут спрятаться за центральными каменными конусами, как это они делали в патче 0.9.7. Плюс по всей своей длине противотанковые заграждения стали более разрушенными и точек их переезда стало намного больше. Раньше, если вы помните, очень часто игроки подсвечивая на ЛТ по зеленке Зигфрида врезались в эти каменные глыбы, потому что не смотрели куда едут и так далее. Теперь проездов будет намного больше и наверное в целом эта линия заграждений не будет так сильно влиять на геймплей, как в предыдущих патчах. Я имею ввиду, конечно, негативно влиять. Еще одно очень хорошее изменение, это, ребятки, разглаживание холмов в квадрате А1 и К1. Как вы помните, тут очень любила прятаться артиллерия, которая заезжала за эти холмы и немножечко за них. Вследствие чего ее достаточно было трудно подсветить и обнаружить. Ну а теперь, ребятки, все, этих холмов больше нет и артиллерия тут, конечно, становиться сможет, но прятаться прям вот так вот, чтобы ее не было заметно, это вряд ли. И тем более, ребятки, никаких теперь тут кустов, ничего тут больше нет, просто обычная прогалина и без всяких объектов. Кроме всего этого, разработчики на зеленке Зигфрида добавили несколько больших таких жирных дотов. Опять же, для СТ, чтобы сюда могли игроки поджиматься, отсюда отстреливаться и так далее. Решение, ребята, как по мне, сомнительное, потому что доты не дают какой-то особенной защиты. Артиллерия все равно пробивает или накрывает сплэшем, прострел все равно бывает, потому что с разных точек они достаточно уязвимы. Плюс самому игроку безопасно стрелять из-за дота не очень часто получается. Но в принципе, ничего плохого в том, что добавили несколько дотов нет, так что посмотрим, как будет играться с ними. Но еще одно важное изменение, которое касается не только новых дотов, но и вообще всех остальных, это то, что разработчики убрали вокруг них кусты. Да-да, ребятки, раньше возле некоторых дотов было весьма огромное количество кустов, вследствие чего СТшки к ним поджимались, оттуда светили и в принципе было это достаточно неплохо. Но теперь кустов нет, остались только деревья и их кроны. Ну а теперь у нас карта Карелия. Вот тут, ребята, изменения просто мега глобальные. Во-первых, добавили камень на болоте, большой жирный камень на болоте, используйте его и пусть вам всегда удача улыбается. Во-вторых, в квадрате А1, Б1, А2, Б2, там где раньше была просто гора, теперь, ребята, тут большой полноценный дополнительный фланг. Да, ребята, тут теперь дополнительное ущелье, которое немножечко напоминает ущелье на карте Тундра. Сюда теперь могут проезжать тяжелые танки, средние танки, тут можно прятаться от артиллерии, бодаться, перестреливаться. Как по мне, ребятки, изменения очень и очень правильные, потому что уже давно напрашивался сюда какой-то дополнительный разъезд вместо просто горы, которая занимала вот этот угол карты и, собственно говоря, ничем это не было полезно. Также разработчики немножечко изменили плата, какие-то камни убрали, какие-то добавили. Теперь, ребята, это, скорее всего, тоже будет такой достаточно активный фланг и это хорошо. Но на этом, ребятки, изменения не заканчиваются, изменились и штаны. Во-первых, у них появился заезд с центра, да, как раз вот с болота. Как вы знаете, ребята, на Карелии в начале боя очень все сильно зависит от количества СТ во вражеской и союзной команде. Если у какой-то из команд СТ намного больше, то штаны забираются, артиллерия откидывается и, собственно, в начале боя уже есть огромное преимущество. Примерно как на карте Рудники. Чтобы нивелировать важность заезда в штаны со стороны ущелья, разработчики добавили дополнительный заезд с центра и это очень правильно. Заезд, ребятки, двухуровневый, тут есть хусты, тут есть камень, можно где-то спрятаться. В общем, все сделано по уму. Плюс, наверху есть камник, за которыми тоже можно спрятаться. Также изменилось, ребята, и само ущелье. В патче 9.7 тут было такое холмистое болото, было много-много камней. Разработчики решили все это разровнять, убрали некоторые камни, добавили жирный большой камень, немножечко переделали центральный камень между двумя заездами в штаны. Ну и, в общем, выглядит это все примерно вот как-то так. Как по мне, ребятки, достаточно спорные изменения. Я бы не стал убирать те камни, которые были. Я бы просто добавил еще новых, чтобы, скажем так, игроки могли передвигаться от одного к другому, прятаться от артиллерии и так далее. Плюс, ребята, надо отметить, что немножечко понерфили верхний респ. Если раньше, когда с этого респа едешь в ущелье, там было большое количество кустов и под большой горой, и просто, которые стояли рядом с камнями, теперь разработчики их убрали. Вместо этого они сделали такой резкий угол выезд, как у нижнего респа. То есть, в теории, различные танки, типа Е100, там, Е75 или даже Е7, могут из этого выезда танковать, как это делает нижний респ. Песчаная река. Еще одна карта в патче 0.9.8, которая будет очень, очень сильно изменена. И главное, ребята, изменение касается самой этой речки. Раньше на нее можно было спуститься, можно было от нее играть, но это было делать очень неудобно, потому что она была вся очень сильно перекопана. Туда был трудный заезд, выехать туда тоже было трудно. В общем, в патче 0.9.8 все это изменится. Песчаную реку разгладят, оттуда воду практически уберут. Там уже, скорее всего, нельзя будет утопиться. Там можно будет только поджаться, использовать как дополнительный фланг. В общем, ребятки, я вангую, что центр песчаной реки и в стандартном бою, и в штурме, что намного важнее, будет использоваться очень активно. Также, ребята, хотелось бы отметить, что немножечко понерфили полку у правого нижнего респа. Если помните, там были большие камни и немалое количество кустов, из-за которых, собственно, игроки и стреляли по своим противникам. Камешки уменьшили, передвинули, кусты просто-напросто убрали, полочку, опять же, эту немножечко опустили вниз. И еще одно, ребятки, важное изменение на карте песчаной реки находится в квадрате А7-А8. Если помните, раньше там была просто гора, на которую некоторые особо хитрые ЛТ и СТ с хорошей динамикой могли забраться и оттуда перестреливаться с противниками. Разработчики заметили эти действия игроков и сделали тут полноценный проезд, собственно говоря. Если раньше, чтобы ее туда проехать, нужно было проезжать по центру мимо барханов и, как говорится, подставляться подпросту, то теперь на точку А8 с левого Респа можно проехать достаточно безопасно. И это, ребята, считаю очень правильное изменение. Карта Вестфилд. Одна, наверное, ребятки, из самых нелюбимых карт в игре лично для меня. Но разработчики решили ее немножко изменить. Во-первых, девятая, восьмая и нулевая линия. Раньше тут просто был такой фланг с покатом, с клоном и ничего особенного. Но разработчики его поменяли и они сделали это направление трехуровневым. То есть теперь тут три уровня балконов. Верхний, средний, ну и самый нижний, где маленькая деревня. Из хорошего, возле моста, возле верхнего Респа, там где стояли СТшки в кустах и просто никуда не ехали, те кусты оттуда полностью выпилили. То есть этой точки теперь тут нет. Но при этом некоторую часть кустов перенесли на небольшой такой холмик, который находится левее, как вы видите. Вот на этом холмике теперь опять же СТ и ЛТ могут становиться и просвечивать вражеское направление. Примерно такой же холм с небольшими кустиками появился и у нижнего Респа. Вот, но, конечно, он, наверное, не такой удобный и там не такое большое количество кустов. Но при этом, ребятки, вы помните, что в точке К0 было огромное количество деревьев и кустов и особо скилловые бачаты и ЛТТБ туда заезжали и просвечивали врагов. Так вот, разработчики опять же заметили эти действия игроков и тут тоже выпилили часть кустов и сделали такой вот небольшой проезд. Ну а теперь о самых важных изменениях. Как вы помните, ребятки, раньше на верхней части карты был огромный холм, из-за которого танковали тяжи, ПТшки и даже иногда СТшки. Он был огромен и он был в форме буквы С. И рулили на нем, конечно, танки сувенами. Теперь, ребята, его не стало. Вместо него у нас есть несколько маленьких холмов с дорожками между ними. Плюс, что хорошо, для нижнего Респа изменилась точка А3. Раньше тут была огромная кустовая позиция для ПТСАУ с огромным количеством кустов. Теперь ее полностью убрали и передвинули чуть ниже, на точку А4-А5. Вот, а там просто открытое пространство без ничего. Ну а возле крайнего проезда, возле огромной горы, добавили небольшую возвышенность, за которой, в теории, можно прятаться от артиллерии, можно танковать и так далее. Ну и, наконец-то, ребята, город. Что очень правильно сделали разработчики с обеих сторон. Они сделали город теперь не в форме буквы И английской, а в форме буквы Т. То есть, теперь, если вы поднимаетесь снизу, с нижней части города, у вас нету прямого прострела тех, кто пытается играть через холмы и танкует там через башню. Теперь этих ребят закрывают достаточно большое количество домиков, и это хорошо. Плюс, сам по себе, ребятки, город увеличился. И это хорошо для тех, кто любит в начале боя борщика покушать. Потому что, очень часто я замечал, что дается через город просвет, и те, кто зареспились, например, на А4-А5 и не успели куда-то отъехать, они подсвечиваются и уже в начале боя отхватывают от арты. В принципе, ребята, все изменения на веслоде достаточно хорошие. Кроме одного, сама эта карта при наличии арты, мне кажется, полностью неиграбельной и неинтересной. Без арты более-менее. Но опять же, она настолько убогая, что в отличие от многих других карт, тут при каком-то сливе или неудачном стечении обстоятельств тащить в одиночку или взводом достаточно трудно. Потому что нет вариативности и пространства для маневра, чтобы можно было от чего-то разыграть какую-то тактику. Но вот это, ребятки, чисто мое мнение. Не знаю, как у вас. Ну и, ребятки, в самом конце у нас карта Аэродром. Тут практически никаких изменений, кроме одного одинокого несчастного камня на К-линии, там, где водичка. Ну, честно скажу вам, карта Аэродром тоже не самая лучшая в игре. И вот это вот направление возле воды тоже не пользуется особым спросом. Кроме случаев, когда играет какой-то грамотный взвод на быстрых тяжах или СТ и поджимается под вражескую базу. Изменит ли этот камень как-то ситуацию с этим направлением? Возможно и да, ребята, а возможно и нет. Возможно просто какой-то одинокий тяж будет сюда поджиматься и весь бой стоять. Потому что арта просто не оставит ему никаких шансов. На этом, дорогие зрители, у нас все изменения на картах в патче 0.9.8. Жмите лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные обзоры. На этом у меня все. Чао какао!